Здравствуйте, друзья! 2020 год подходит к концу, а это значит, что наступила пора ежегодных рейтингов надежности, которые публикуются различными аналитическими компаниями. Самыми известными в этой области выступают компания JD Power и некоммерческий потребительский союз Consumer Reports. Если первые еще не подготовили ежегодный отчет, то вторые уже успели поделиться своим рейтингом надежности за 2020 год, о котором сегодня и пойдет речь. Сам же рейтинг составляется по отзывам, полученным от реальных пользователей, которые в течение года обращались в мастерские и сервисные центры с указанием всех проблем и недочетов, на основании которых соответствующая комиссия и рассчитывает так называемую в Америке прогнозируемую оценку надежности по шкале от 0 до 100 баллов. Причем сам принцип расчета до конца не раскрывается. Известно лишь то, чтобы бренд попал в этот рейтинг, нужно достаточно информации хотя бы по двум моделям из всей линейки производителя. Само собой, любой рейтинг имеет свои погрешности и не стоит опираться на все 100% на данную информацию при выборе автомобиля. Тем не менее, данный рейтинг может дать вам общее понятие ситуации на рынке и быстро сориентироваться на местности. Что ж, давайте перейдем к результатам. Тройку лидеров сегодняшнего рейтинга открывает премиальный бренд Lexus. Что неудивительно, уже много лет подряд компания занимает лидирующие позиции в области надежности. И этот год не стал исключением. Хотя в сравнении с прошлым, компания все же немного сдала позиции и опустилась на 3 пункта вниз и занимает третье место с результатом в 71 балл. Вторую позицию с показателем в 74 балла занимает еще один японский бренд Toyota. Что тоже неудивительно. Как и Lexus, компания предлагает в первую очередь надежные и проверенные временем агрегаты и узлы. И очень неохотно внедряет в свои автомобили самые передовые наработки современного автопрома. О чем говорит устаревшая мультимедиа и наличие атмосферных двигателей, доступных для ряда моделей. А вот настоящим открытием этого года стала компания Mazda. Именно ей в этом году удалось занять первую позицию в рейтинге, поднявшись на одну ступень в сравнении с предыдущим годом и выдав результат в 83 балла. Как и Toyota, Mazda не спешит баловать своих клиентов плодами прогресса, отдавая предпочтение проверенным годами решениям. Что, собственно говоря, отражается на результатах рейтинга. Ну а теперь самое интересное – немецкий автопром. Для компании Porsche этот год оказался не таким удачным. В этом году немцы спустились аж на целых пять пунктов и заняли лишь девятую строчку рейтинга, пропустив вперед Subaru и Honda с результатом в 55 баллов. Лучше обстоят дела у компании BMW. Ей удалось в этом году улучшить свой показатель аж на целых пять пунктов и занять двенадцатую позицию с результатом в 52 балла, тем самым обогнав Audi, которая, как и в прошлом году, занимает четырнадцатую позицию в рейтинге с результатом в 46 баллов. А вот аутсайдером среди немецкой тройки выступает компания Mercedes. Она занимает лишь двадцатое место с результатом в 40 баллов, что на один пункт лучше в сравнении с предыдущим годом. И, по мнению американской организации, у немцев есть определенные проблемы с надежностью. Это же касается и компании Volkswagen, которая открывает тройку самых худших автомобильных брендов в сегодняшнем рейтинге. С результатом в 36 баллов один из крупнейших автомобильных производителей в мире занимает лишь двадцать четвертую строчку, что, тем не менее, на три пункта выше, чем в предыдущем году. Ну а аутсайдерами сегодняшнего рейтинга оказались Tesla и Buick, занимающие двадцать пятое и двадцать шестое место соответственно. Причем результат Tesla в сравнении с 2019 годом оказался на два пункта хуже и составил всего 29 баллов, что говорит о том, что качество сборки у продукции американской компании все еще оставляет желать лучшего. Друзья, дабы не выбиваться из привычного нам хронометража, мы не будем озвучивать все результаты рейтинга и предлагаем вам ознакомиться с полным списком в нашей группе в инстаграме по ссылке в описании. Что ж, давайте подведем итоги. Согласно рейтингу наблюдается довольно интересная закономерность. Чем больше в автомобиле новых и необкатанных технологий, тем ниже он находится в данном рейтинге и выше риск поломки. И как я уже говорил в прошлом году, было бы неплохо, если бы в подобных рейтингах ввели еще одну переменную под пунктом технологичность. Это очень сильно бы повлияло на конечные результаты. Друзья, а что вы думаете по поводу результатов данного рейтинга? Как всегда оставляйте свои отзывы под этим видео. А у меня на сегодня все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте нажимать на колокольчик и переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нам в инстаграме. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok